Я рекомендую, собирая аптечку, всегда положить туда, во-первых, какие-то сорбенты. Это обязательные условия. Их всегда надо иметь под рукой. Это первая помощь. Когда чувствуешь, что начинается какая-то неприятность в животе, то можно их сразу принять и дальше посмотреть. Я всегда рекомендую, это рекомендуют все и педиатры, и терапевты, взять с собой кишечные антисептики. Кишечные антисептики, они не всасываются в кровь. Весь мир на сегодняшний день идет по пути использования препаратов, которые создают в кишечнике большую концентрацию вещества и таким образом губительно влияют на все неправильные бактерии. Он может, как и у детей и у взрослых, использоваться. Там только зависит от количества таблеток. И они вообще очень хорошо, что они принимаются независимо от еды. То есть ты там вспомнил, принял, но главное, чтобы три раза за сутки получилось. То есть если ты не уверен и у тебя 2-3 дня не проходит диарея, то, конечно, надо думать и начинать принимать кишечные антисептики. Обязательно иметь какую-то там пластинку пробиотиков. Ну и дальше там всякие жаропонижающие. А если особенно тщательно родители, они кладут с собой еще пакетики с раствором для отпаивания, для того, чтобы уже все было под рукой, не приходилось ходить к докторам и описывать рецепты.